Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM В эфире программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Сейчас я отрегулирую звук, потому что очень громко я себя слышу. Слишком громко в наушниках. Светлана Занько и свое особое мнение сегодня высказывает Дмитрий Русских, депутат Законодательного собрания Кировской области двух предыдущих созывов. Добрый день, Дмитрий Михайлович. Светлана, добрый день. Добрый день всем слушателям. Сегодня прекрасный день, солнце вышло. Я думаю, что наша встреча и наше обсуждение было таким же ярким. Хочу сразу же оглянуться на дневной разворот, который только что закончился, и поговорить с вами про дороги. Начался сезон дорожного строительства и ремонтных работ. Тот график, который был утвержден на 2017 год, вступил в свое действие. И вот только что господин Менькин рассказывал о том, как, собственно говоря, стартовали дорожные строители. Естественно, мы принимали звонки. Конечно же, как всегда, очень много жаловались на разные участки дорог, которые не включены, например, в график, уже опубликованный на официальных сайтах администрации города Кирова в том числе. Однако господин Менькин подчеркнул, что в этом году контроль за использованием средств будет очень жесткий, поскольку деньги федеральные. Если бы эти были деньги муниципальные и областные, за ними следить не надо. Очень интересный такой повод. Я бы хотела, чтобы вы это прокомментировали. Почему так всегда, когда, и причем ведь не только он говорит, все мы говорим, если деньги федеральные, значит, что-то будет хорошее. Является ли вообще это гарантией того, что дороги будут, вот приход федеральных средств? Я думаю, что это не является тем фактом, который говорит господин Менькин. Я считаю, что все деньги налогоплательщиков, это деньги наши с вами. И за каждый рубль, и за каждое качество выполняемых работ, независимо, муниципальные эти деньги, областные или федеральные, там должны все отвечать и все контролировать. Насчет старта. Вот я сам тут в праздничные дни был и в Костромской области, и в Москве, и у меня друзья приехали. Кострому ругают очень. Ну, ругают по трассе, да. Ну, я вам хочу сказать, что Кострома не слишком далеко ушла от города Кирова. Я скажу, что с их бюджетом они даже приятнее у нас выглядят, потому что грязи точно в городе Костроме меньше. И многие друзья у меня ездили по территории Российской Федерации, кто-то в Казань, кто-то ездил в Пермь. То вот все говорят, что там реально видно, что дорожники стартанули, потому что ведутся большие работы именно в городах. Я подтверждаю, что в Москве и в Костроме та же самая картинка. Значит, в Казани мне все подтвердили, в Перми. То пока в городе Кирове только мы не видим этого старта, или он какой-то запоздал, или он какой-то фальстарт. Значит, но мы все очень ждем, все жители города Кирова, автолюбители, когда все-таки нам обещанный миллиард, все-таки положат в асфальт, в дороге, и мы увидим совершенно качественный продукт, который, в общем-то, нам все обещают. Его начали вкладывать этот миллиард в дороги, и вот наши недремлющие активисты выкладывают, естественно, фотографии уже в соцсети, и СМИ распространяют их повсеместно. И мы видим участок дороги, который начали асфальтировать в Порошино, где первый слой асфальта после его укладки тут же потрескался. В выходные дни в том числе и Андрей Юрьевич Менькин туда выезжал, и Слав Николаевич Симаков, и они нам объявили, что все будут наказаны, этот слой будет снят, уложен новый, и дальше на него второй слой. Вопрос другой у меня. Расскажи мне, пожалуйста, почему вот такая публичность, которая уже в течение двух, даже трех лет существует у нас, публичность вот этих строительных работ, этих строителей, где буквально репортажи с места событий, когда вот стоит строитель, смешивает асфальт с водой из лужи, и тут же комментирует, что не пошли бы вы вообще со своими камерами и фотоаппаратами, мы тут работаем, а вы нам мешаете. У него лицо открыто, он говорит, из какой он организации, и нисколько не смущается. Его не волнует, будет наказание, будет шраф, не будет шраф, что люди вообще наблюдают, как этот мужик месит грязь вместо того, чтобы класть асфальт. Вот что это такое? Это показывает, что совершенно нет никакой мотивации делать хорошо свою работу, ни ямочный ремонт, никакой. Почему такое происходит у нас? Свет, ну вообще хочу сказать, что вообще тема дорог, она в Кировской области последние 10 лет не сходит ни с каких там афиш, она постоянно нас беспокоит, мы все всегда следим за происходящим, и на самом деле в течение 10 лет ничего, в общем-то, не меняется. Шума много, а результат какой был, такой и остается. Мы также находимся без дорог или находимся в ремонте дорог, и буквально там через какой-то промежуток времени они снова все разваливаются и снова требуется ремонт. Очень странная на самом деле ситуация, я думаю, что ни в одном, наверное, городе такого внимания к дорогам нет, значит, я уж не говорю, что в каких-то других странах этим занимаются прочистки, вся общественность. Рабочие группы создаются, по ночам выезжают. Слушайте, это на самом деле фильм можно снимать такой, да, и показывать, и самое удивительное, что большинство стран, наверное, даже удивится, а для чего это вообще все дело, это когда это должно быть само собой, есть контролирующие органы, есть ответственность, там, есть на крайний случай уголовная ответственность. Вот я сейчас ехал и слышал по радио, что передали как бы в суд дело бывшего директора авиатавтодора Резвых, там, да, значит, и совершенно там какие-то не очень, очень понятные цифры, но тем не менее, как бы вот прошло столько-то времени, а я помню, что с Виатавтодором у нас еще история борьбы началась, наверное, в 2009-2010 году, когда я еще был депутатом, и мы каждый фактически комитет по ЖКХ пытались все-таки донести то, что, в общем-то, сегодня при тех даже финансовых средствах, которые вкладывались в дороги, мы совершенно не имеем те дороги, при всем при этом, при двух там с лишних миллиардов оборотов авиатавтодора, там, в 2011-2012 году, там, они давали прибыль, там, 3 миллиона, хотя являлись практически единственными организацией, которая занималась ремонтами дороги и брала все конкурсы по максимальной цене, да, значит, в принципе, ведь, по большому счету, если так посмотреть, реально так ничего не меняется, если мы посмотрим на те конкурсы, которые у нас прошли, про которые сейчас рассказывали, да, ну, с одной стороны, слава богу, там, по-моему, сегодня был отчет и сказали, что там 7 подрядчиков пришли, там, победили там 2 местных, там, да, взяли и москвичей взяли, конечно. Там только один не местный как раз московский контракт, все остальные не местные. Я буквально по большим лотам посмотрел, там, да, вот, значит, самый большой лот взял ГДМС, да, это очень хорошо, потому что, в общем-то, это та муниципальная организация, которая, в принципе, и должна делать дороги в городе, потому что, в принципе, за последние 2-3 года все возможности у ней для этого есть, и технический, и человеческий фактор, и, в общем-то, они стараются. Да, но только дороги, по вашим же словам, лучше не становятся. Ну, смотрите, надо смотреть, как бы, ведь не они одни делают, у нас есть одна проблема, где делают, все забирал в городе последние годы ГДМС, но очень большую часть, 70% по данным их же информации, там, да, они отдавали субподрядчикам, то в данном случае, вот, всю эту халяву, это, как бы, и некачество, как раз ввел субподрядчик. Нет, это делал ГДМС, потому что он выиграл контракт, и он отвечает за то, что он строит. То, в данном случае, вроде, с одной стороны, мы понимаем, что вот ГДМС, по-любому, хорошо, давай, тебе не нравится качество дорог, но ты должна согласиться с тем, что это наша компания, там работают кировчане, они получают налоги, они получают зарплату, и все остается, как бы, на территории, правильно? Ну, мы, как бы, заинтересованы в этом, в первую очередь, там, да? Значит, они выигрывают конкурс, побеждая Виат Автодор, фактически опуская цену на 20%, да? Сейчас, вот, в 2017 году, это единственная компания, которая вот настолько потеряла в контракте на конкурсе. То, в данном случае была борьба между государственным предприятием областным Виат Автодором и ГДМС. Первый конкурс взял ГДМС, падение на 20%. Дальше интересная ситуация, выходит московская компания, лот почти 390 миллионов рублей, и Виат Автодор почему-то с ним не соревнуется. И происходит падение всего, если вы посмотрите, на 1%. Так это сговор, что ли, получается? Нет, мы сейчас не можем утверждать. Так это же надо куда обращаться? Вот смотри, побеждает московская компания, с которой никто не борется, ни Виат Автодор, ни ГДМС, я не знаю, почему не вышел там, да? И они, в общем-то, побеждают с падением 1%. Значит, что дальше будет происходить? Мы все прекрасно понимаем, что московская компания не привезет сюда людей, не привезет сюда технику. А вернее всего, что она будет искать кого-то на субподряд. Местных же? Местных же, да. То я не исключаю, что как раз на субподряд может пойти этот же Виат Автодор, который почему-то не соревновался на конкурсе с этой московской компанией. Это какие-то удивительные вещи, да? Ну, я думал, что Виат Автодор был бы заинтересован получить именно подряд и обеспечить работой свое предприятие, дать людям нормальную зарплату, потому что это сезон там, да? И он не такой длительный. Но он тут встал и соревноваться перестал. То вернее всего, что мы сейчас увидим, или будет на субподряде этот же Виат Автодор с падением 15-20% от лота. То есть получается, что московская компания просто возьмет деньги как посредник, а строить будет все равно тот же самый Виат Автодор? Да, но она не просто как посредник возьмет, она возьмет и вычтет свои 15-20% за то, что она участвовала и победила. И, допустим, не за 390, а за 340 миллионов предложит, допустим, Виат Автодору или каким-то другим организациям, которые работают стабильно на субподряде в городе Кирове, этот лот. То есть вот эти 50 миллионов получает компания, например, за то, что она просто поучаствовала в конкурсе и отдала потом контракт субподрядчику. Да, и она удивительно победила без всякой борьбы, потому что, я еще говорю, на этом же конкурсе на 400 миллионов ГДМА с Виат Автодором бились до последнего и падение было 20%. Ну вот тут уже какие-то есть вопросы, которые лично для меня не очень понятны. А почему наши местные предприятия не бились за эти лота? Потому что в данном случае мы говорим, что это живые деньги, это работа, это федеральные деньги, они точно поступят. И, в общем-то, сам Бог велел всем местным работать на территории города Кирова. Сейчас прервемся вот на этом вопросе. А почему буквально на полминуты после чего снова в студии с особым мнением Дмитрия Русских? Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занькосова. Особое мнение сегодня высказывает Дмитрий Русских. Почему, говорит он, так прошли конкурсы по дорожному строительству, и местные компании, такие как «Виат Автодор» и «ГДМС» не сражались за контракт, который получали москвичи. Очень странная схема получается. Потому что по другим двум, а там было соревнование. Между «ГДМСом» и «Виат Автодором». А москвичи так вот взяли? А им просто повезло. Видимо, просто устали ребята нажимать кнопки. И в тот момент, когда они отдыхали, в этот момент московская компания побеждала. Но на самом деле все вопросы будут видны и понятны после того, как мы увидим, кто пойдет на субподряд. Не исключаю, что это может быть «Виат Автодор» с падением 15-20% от лота. Или это может быть какие-то… Мы все видим, что на субподряде многие годы в городе работают различные армянские компании, которые всегда работают на субподряде, но почему-то никогда не выходят на конкурсы. Видимо, им проще работать и удобнее на субподряде. То я не исключаю, что вот этот лот и как раз может отойти и вот этим армянским компаниям, которые занимаются ремонтами дорог в городе Кирове. Мы только поясним, что Андрей Юрьевич Менькин буквально час назад говорил, что у этой компании, у московской компании уже открыт офис в городе Кирове. Правда, сидят там наши же кировские люди, судя по всему. Но вот как бы найти ее можно. И они приходили на круглый стол, кстати говоря, общественного. Отлично. Если бы они это еще не сделали, была вообще просто уникальная ситуация. Тогда мы сейчас должны увидеть в ближайшее время, что на Кировский вокзал приходят составы техники. Вот такие там и трактора, и асфальтоукладчики, и все прочее. А еще щебень качественная. Ну вот, на самом деле, конечно, это такая история для фантазеров, на самом деле. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что тот объект, который не взяли, а там основной кусок, это 240 миллионов, по-моему, если понять не изменяет, дорога русская в Костино. Ох, они сегодня так много говорили, слушатели звонили. То получается, что, в принципе, если посмотреть, то московская компания выиграла фактически самый удобный лот. Потому что там фактически вся сумма процентов 70 состоит именно одной дорогой, которая пойдет. Прямой дорожной. Да, да. Потому что все остальные взяли, они там в разброс по улицам, и это, конечно, есть определенная проблема. То в данном случае им самый удобный достался конкурс и самый удобный лот. Это, на самом деле, интересная дорога. Мы сейчас не будем обсуждать, но просто надо взять на заметочку. Потому что эта же дорога идет через новые микрорайоны, мы помним, метро, да, микрорайон Метроград, которые жалуются на то, что там образуется сейчас уже бутылочное горлышко, потому что она слишком узкая, эта дорога. Ее сейчас такое узкое отремонтируют. Да, я так понимаю, что формат-то, когда идет застройка такая комплексная, допустим, в той стороне, где метро находится, и в ту сторону, то понятно, что городские-то власти должны в первую очередь были для инвестора и строителей обеспечить там проезд, потому что на сегодняшний момент живет там сейчас народу много, застройка большая, а, в общем-то, логистика не позволяет сегодня там двигаться людям или на работу, или обратно с работы домой. То в данном случае это опять недоработка, как и во всем практически городской администрации, которая не обеспечивает такое глобальное строительство именно инфраструктурой. Вот по логистикам мы еще буквально через две минуты поговорим, но мне бы хотелось, чтобы на вопрос все-таки мой это ответил. Я ведь спрашивала, что происходит с людьми, которые участвуют в дорожном строительстве, непосредственно рабочие, прорабы, кто они там, да, которые кладут вот этот вот асфальт в лужи, при этом их снимают на камеру. Люди, которые приезжают проверять, проверяющие, те дают комментарии, что не мешайте нам работать, и мы будем делать то, что мы делали всегда. Они же правильно говорят, не мешайте нам работать. Какую команду дали, как яму заложить, они так ее закладывают. То в данном случае понятно, что они себя ведут очень спокойно, потому что в данном случае от ихнего руководителя поступила команда эту яму любой ценой заложить, хоть в дождь, хоть в снег. А вот это что такое, как это называется, вот это вот действие? Я-то думала, что это противозаконные действия, нет? Нет, это действие властей, которые дают такую команду для того, чтобы, в общем-то, какая-то определенная масса людей, которые недовольны дорогами, на какой-то момент сказали, ну, хоть хорошо, хоть эту яму заделали, хоть кто-то в нее не попадет. Итак, все, начальник дает распоряжение, этот вот прораб говорит, валим, ребята, сюда, вот все, что бы ни было. Ребята, которые здесь же живут, и в их дворе будет то же самое, они валят. Приезжает проверяющий, говорит, что ж ты делаешь, гад? Они говорят, что сказано, то и делаю. Фоточку выложили, приехал опять руководитель, говорит, ай-яй-яй, через день делаем то же самое. И это что, порочный неразрывный круг? Я хочу услышать от тебя, что должно произойти, кто должен прийти, кто должен пострадать или наоборот, я не знаю, кто должен повезти нас, чтобы вот это все прекратилось, вот такое дело. Ну, слушай, мне кажется, что в данном случае, во-первых, команда исходит сверху, то в данном варианте это получается, что все-таки, несмотря на возгласы общественников, горожан, руководство города и те люди, которые отвечают за дороги, они видят свою картинку. Им вообще, на самом деле, по большому счету, без разницы, кто что говорит, у них есть какие-то свои задачи и свои направления. То в данном случае понятно, что пока на самом верху не поймут, что... На каком верху? Владимир Владимирович сказал, что к какому-то году 85% должны быть нормативных, он очень далеко, и все его слова, они, ну, до суда не доходят. Мы сейчас говорим хотя бы о проблеме города. Да, вот мы сейчас обсуждаем эту проблему. То в первую очередь, наверное, сам глава администрации или там глава города, кто у нас там сейчас, я не знаю, больше руководит или меньше руководит, да, они должны четко понимать, что есть определенные технологии, есть определенные условия. Они не понимают. Ну, слушай, если они на протяжении такого периода времени кладут в воду асфальт, значит, они не совсем понимают. Если они не понимают, значит, должны в этот момент подключаться какие-то контролирующие органы, вплоть до силовых. Ну, почему взяли там резвых, когда он уже с работы ушел, да, вот. Он уже не работал генеральным директором от Автодора, из-за него возбудили уголовное дело там за 2011 или 2010 или 2012 год, я сейчас не помню. Ну, слушайте, но нельзя же все в прошедшем времени совершать. Надо же все-таки стараться, если мы говорим, что сегодня у нас есть проблемы с бюджетом, да. У нас очень мало денег. Ну, давайте будем эти деньги все вместе контролировать, и давайте будем все-таки, кто их не хочет контролировать, или увольнять с работы, или давайте возбуждать на них уголовные дела, и тогда сажайте их. Ну, потому что это такой постоянный круг, который мы с тобой уже обсуждаем очень много времени, но ничего не происходит. И я вероятность того, что сегодня... А вот, может быть, сейчас, кстати говоря, Игорь Владимирович Васильев, который говорит, что нужно навести элементарный порядок, и за дорожную сферу тоже возьмется, не только лес. Так с лесом-то, я так понял, что до конца элементарный порядок до сих пор не наведен. Но, знаете, я считаю, что вот когда у нас в городе зимой и в начале весны вся администрация с утра до ночи занимается очистками крыш, то это говорит о том, что, в общем-то, это есть проблема, но город — это большая структура. Там, кроме еще крыш, еще есть дороги, детские сады, школы, больницы, парки, люди, по крайней мере, которые в нем живут. И когда мы видим целыми днями, что они решают с шести утра до шести вечера одну проблему, как очистить крыши, то это говорит о том, что фактически ничего не работает. Все остальное стоит. Все остальное стоит. И точно так же сейчас ты говоришь, вот пускай Игорь Владимирович займется дорогами. Ну, Игорь Владимирович должен и дорогами заниматься, и больницами, и школами, и, я не знаю, всем чем угодно, потому что он человек, который отвечает за территорию. Вот когда мы говорим о том, что любой руководитель должен быть в первую очередь хозяйственником, то мы четко понимаем, что человек, который отвечает за хозяйство, он знает все свое хозяйство. И знает, что если бежит на той улице, то на другой улице там занимаются чем-то другим. Что-то он перестал по дворам ходить, ты заметил, нет? Я просто не слежу за прессой. Ну, уже все обошли, сколько можно ходить. Ладно, мы еще поговорим об Игоре Владимирович, наверное, если успеем. Обратимся к логистике, о которой ты уже говорил, о том, как ходит у нас транспорт общественный, и поднимем вопрос АТП, автотранспортного предприятия муниципального. Мы последние две недели здесь с активистами же говорили. Позапрошлой неделе был Виталий Брам, который активно пишет на своем сайте bram.ru, и буквально вот сегодня свежая публикация, которая называется «Страх и ненависть в автотранспортной компании». Здесь уже идет речь не о предложениях, которые обсуждались с автотранспортной компанией, как изменить маршруты автобусов для того, чтобы люди, наконец, из новых микрорайонов смогли выезжать в город, а люди из города попадать, например, на протезное предприятие. А речь идет уже о деньгах, которые автотранспортное предприятие должно по кредитам. В частности, мы видим Хлынов банку, куда заложено имущество АТП. Все выкладки есть, цифры есть, свежие можете посмотреть. Я знаю, что ты следишь очень внимательно за тем, что пишет Виталий и команда, которая с ним работает, куда мы движемся в данный момент времени. Вот я не знаю, на самом деле, до сих пор нет точки зрения АТП, потому что господин Дубровин должен был выйти, руководитель АТП с нами на связь на прошлой неделе, но не смог, у него была связь. Вы мне не ищите, я вас сам найду, да? Ну, смотри, мы сейчас обсуждаем, на самом деле, не просто то, что ты сказала, мы обсуждаем муниципально-унитарное предприятие АТП города Кирова, которое является крупнейшим пассажирским предприятием, от которого зависит вообще не только передвижение, но, в общем-то, вид города, как он выглядит, как перемещается, комфортный ли он для жизни, для кировчан, потому что в данном случае в тех городах, где комфортно жить, очень большое количество людей пользуются общественным транспортом. К сожалению, глядя на наши троллейбусы и автобусы, в каком они состоянии находятся, я вам честно скажу, что я наблюдаю за ними там уже около 10 лет и жду, когда мы все-таки из автобусов африканских стран хотя бы перейдем какие-то в автобусы, которые, ну, я не знаю, там, Восточной Европы обеспечивают своих там жителей городов качественными, красивыми и безопасными автобусами. И на самом деле ничего не меняется. И в данном случае мы как раз и говорим, и Брам пишет о том, что у нас ничего и не поменяется, потому что те цифры, которые он сегодня приводит по МУПу АТП, они говорят о том, что будет только все ухудшаться, потому что те цифры, которые сегодня там озвучены, говорят о том, что там кризисная ситуация, что в данном случае практически все, по-русски говоря, куда-то улетело или разворовалось, я не знаю, потому что там при последнем там блоке, который мы читали, и ту информацию, которую дал этот же Виталий Брам, там было написано, как городские определенные депутаты, там, по-моему, был Медовиков и Григорьев, да, как они очень плотно присосались именно как кроты к этому предприятию, они его фактически курируют, им занимаются, и в данном случае занимаются не в лучшую сторону, а получается, по тем данным, которые там было написано, и кто является там основными должниками за аренду, как раз является почему-то именно городской депутат там, да, то получается, что такая ситуация, которая складывается именно с этим предприятием, складывается в любом МУПе, который находится в городе Керой. Вот сейчас перед уходом на рекламу озвучим цифры, которые опубликованы на сайте bram.ru, он говорит о том, что кредитов на предприятии 385 миллионов, плюс более 100 миллионов суммы по процентам, которые необходимо заплатить. И он еще пишет, что убыток предприятия за 15-16 год составляет 102 миллиона рублей, при обороте 1,3 миллиарда. Представляете, оборот 1,3 миллиарда рублей у этого предприятия, и он приносит убыток 102 миллиона рублей, при этом все, что у него есть, все заложено в банке, значит, сумма кредита 385 миллионов. То вероятность того, что это предприятие с убытком 102 миллиона, конечно, никогда не рассчитается с банком за тот кредит, который они взяли. При этом я хочу сказать, что так как это предприятие муниципальное, то основным ответственным лицом за это является муниципальное образование город Киров. Которое придется платить по всему долгу. Которое рано или поздно придется или это предприятие обанкротить, или это предприятие погасить за него все задолженности, которые оно имеет перед банком, для того, чтобы вернуть все имущество, которое там заложено, обратно для развития этого предприятия. Сейчас примемся буквально на две минуты, после чего снова продолжение особого мнения. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». Микрофон у Светланы Занько. И это «Особое мнение» Дмитрия Русских. Нам нужно поставить какую-то точку в обсуждении новой информации по автотранспортному предприятию, которая размещена на сайте bram.ru, где команды, которые ведут расследование деятельности на ТП, такое общественное расследование. Там, по-моему, насколько я понимаю, не только общественное расследование, там и где-то и Следственный комитет работал, и прокуратура туда пыталась как-то зайти. В этом конкретном тексте я ничего такого не вижу, но я вижу две цифры, мы их озвучили до перерыва, 385 миллионов кредитов и более 100 миллионов по процентам переплаты, которые необходимо АТП, в общем-то, банку-кредитору отдать. Но еще и плюс убыток 102 миллиона. Да, этих денег у убыточного предприятия, очевидно, нет. И тогда что же будет? Тогда Дмитрий Михайлович сказал, что либо банкротство, либо выплаты из бюджета погашения чего? Процентов? Нет, смотрите, если в данном случае у нас происходит то, вернее всего, что банкротить их никто не даст, потому что банку невыгодно банкротство этого предприятия, потому что имущество, которое там взято в залог, оно банку вообще не интересно, а сумма 385 плюс проценты, она не перекрывает там все имущество, я думаю. То в данном случае понятно, что никто на банкротство не пойдет, и будет решаться вопрос о том, чтобы все проценты и весь кредитный портфель погасить за счет муниципального образования города Киров, так как он является создателем этого МУПа. Насколько я помню, все эти годы курировал именно АТП как раз бывший глава города Владимир Васильевич Быков, который очень любил его курировать по какой-то причине, и я так понимаю, что директор, который там сейчас работает, это чисто человек, которого он в свое время назначил. Ну вот куда не заходит Владимир Васильевич, у нас какая-то везде проблема возникает, то и его окружение. Так ведь вроде уже ушел. Ну ушел, это никуда он не ушел, он находится в городе и также продолжает им руководить. Мы же все прекрасно понимаем, что не городом же руководит Владыкин, на него надо посмотреть и понять, что он ничем не может руководить по определению. То, конечно, какое-то оперативное управление до сих пор ведет господин Быков, и особенно это касается МУПов, это касается тех мест, где у нас всех больше вопросов, это и точечная застройка. И дальше мы уходим в то, что сегодня мы уже много раз говорили о том, что нас ждет очень большой, я думаю, что коллапс именно автомобильный в плане дорог, потому что все стройки, которые сегодня уже затеяны или какие-то будут в ближайшие 3-4-5 лет, они до конца сделают город практически непроезжим. И понятно, что, может быть, специально зная вот все это, может быть, они специально МУП, которые занимаются перевозками, его уничтожают, потому что в данном случае, если все встанет в какой-то прекрасный момент, то общественный транспорт будет не нужен. То лучше транспорт это будут человеческие ноги и велосипед. Ну и что, по кочкам, по кочкам? По сереньким кусточкам, что ли? По кочкам. Ведь тротуары-то никто не собирался делать и расширять дороги, насколько я знаю, тоже нет. Речи об этом. И возможности такой нет. В данном случае мы сегодня уже видим, что город в час пик там утром и вечером плотно стоит, особенно все направления, где новые районы, где была застройка. И решения-то пути этого никакого фактически нет. И понятно, что в эти же пробки стоит общественный транспорт. Потому что пути-то есть, решения нет. Ну, и решений нет, и, мне кажется, еще 2-3 года и пути не будет. Потому что, а куда расширяться, как делать всю эту программу логистики? Потому что, ну, нормальные-то города, они же программами работают там, правильно? Они создают не только там городскую среду, они создают логистические все определенные пункты, как все будет перемещаться, где будет общественный транспорт ходить, где будет, не будет он ходить, или где будут ходить только общественный транспорт. А люди-то все равно будут молчать. И будут ходить, в 6 утра выходить, как вот сегодня из Костина звонили, из Солнечного берега говорили, чтобы там успеть к 9 на работу. Ну, вот смотри, если мне кто-то говорит, что мы очень много всегда там критикуем, ничего конструктивного. Я хочу сказать, что на самом деле, если бы было что-то положительное, я бы, наверное, тоже готов был загореть, потому что мне тоже хочется гореть больше хорошего, чем плохого. Но все, что мы сегодня имеем, это как раз итог того молчания и нежелания населения, как-то, или там, как мы можем назвать, гражданское общество, да, как-то противостоять этому и добиваться того, что нам, мне кажется, как кировчанам, гораздо ближе и лучше. Вот не помню. Мы же сегодня видим, что фактически на сегодняшний момент там власть, она из прошлого. Ну, у нас руководят люди, которым далеко за 60 уже, да. А мир движется вперед. Понятно, что мы можем говорить, что кто-то тут сказал, что Александр Викторович Перескоков там прекрасный хозяйственник. Ну, вот это может только сказать человек, который ничего не понимает в хозяйстве. Но если он прекрасный хозяйственник, почему такое хозяйство у него в городе Кирове? Тем более времени много прошло. Не из-за того, что он не хочет сделать наш город хорошим. Он, наверное, очень сильно хочет. Из-за этого он в 6 утра приходит и там в 9 часов уходит. Но от этого ничего не происходит. Можно там всех построить в городской администрации, но когда ты выходишь за эти двери, и ты не видишь, что что-то происходит. Это большая проблема, потому что люди живут еще прошлым. Они еще считают, что у нас мы живем в Советском Союзе. Когда крикнул, и все пошли работать. Вот, наконец-то, я услышал. То есть менять нужно полностью команду городскую? Конечно. И ставить людей современных, людей мыслящих, которые не могут давать команду, которая не соответствует команде. Ну, вот как он, допустим, говорил, что посадить у каждого подъезда и у каждого офиса цветы. В 33 дня он дал, по-моему, сроку. Ну, а управляющим компаниям. А как управляющие компании могут это сделать? Мне бы еще кто-то объяснил. Сделают. Как? За счет собственников жилья. Потому что в строке, которую мы платим управляющим компаниям, посадки цветов просто нет. То в данном случае кто-то сделает, кто-то не сделает. Но в данном случае он дает команду управляющим компаниям, собирайте собственников жилья, скировчан, эти деньги и сажайте за их счет цветы. Ну, это, может быть, он это и не понимает, потому что он живет советским периодом, когда дал команду и все пошли делать, потому что все было общее, все было народное. То сегодня другой подход. Сегодня все надо делать по-другому. И самое-то главное. Город ведь должен пример-то показывать. Да, власть городская. Показывает. Там лучшие клумбы. И он хвастается лучшей клумбой, которая находится у городской администрации, посажена за счет кировчан за муниципальные деньги. Ну, понимаете, а тут где правда-то вообще? То если вы хотите сделать город красивый, то давайте, конечно, надо подключать кировчан. Конечно, они готовы, и многие во своих дворах сажают эти цветы и стараются прибраться. Но мы же видим, что сам по себе город не прибран. И цветов там нет, и дорожек там нет, и детских площадок нигде нет. То понятно, что они не могут понять, что сегодня вот съедите там на экскурсию в Казань или в Ишкарлу. Вот, я хотела спросить. Ну, посмотрите, наберитесь опыта. Но ведь почему никто не хочет этим заниматься? Потому что все считают, что они умные, не надо их учить жить. Я хотела как раз спросить. Мы же в перерыве говорили о том, что Пермь движется по другому направлению в Казани. Или мы в эфире сказали, что там дорожные работы все идут. Я уже про Москву не говорю, потому что все закричат, что там другой бюджет. Ну, слушайте, решить проблему с мусором и с грязью, на самом деле, никакой проблемы большой нет. Потому что города с более маленьким бюджетом обеспечивают его чистоту. Это, на самом деле, уже, мне кажется, именно вопрос хозяйственника. Насколько человек, руководящий и отвечающий за город, может обеспечить его чистоту и качество жизни. И если он это не может сделать, то уже никакой бюджет не помогает. Я хочу сказать, что у города Кирова не самый плохой бюджет. Ну, не самый плохой он бюджет. И в данном случае всегда город Киров и в советские времена, и в начале 90-х всегда был одним из самых чистых и зеленых городов в Привовском округе. Это все знают, и спасибо нашим бабушкам и матерям, и отцам, что они создали такой чистый и зеленый город. Но, к сожалению, сегодня все куда-то провалилось. Сегодня все обижаются, вот власть там, да, что кто-то ее там критикует и говорит о том, что город другой. Но давно я в этом городе живу. И приезжает очень много людей, которые приезжают и говорят, слушайте, а как вы в таком городе живете? И понятно, что мы начинаем смотреть и думать, правда, как мы так в нем живем? У людей, вот я замечаю, в городе начинается депрессия, потому что в данном случае приезжают родственники, знакомые, какие-то ребята, которые учились там в Москве и просто сюда приезжают к родителям, и они все удивляются. То, значит, это не оппозиция там, как они говорят, которая раскачивает лодку, а любой нормальный человек, который давно не жил в городе Кирове и приезжает, он замечает, что город поменялся в худшую сторону. А Дмитрий Александрович Курдюмов говорит, что дети должны после школы оставаться в этом городе и поступать в наши вузы. Обязательно останутся. И школы эти нужно поощрять, которые дают большой процент, чтобы поощрить кировские вузы. А вы говорите, что им грустно и депрессия. Как же они тут останутся? Об этом все знают. Вот для того, чтобы они остались, нужно сделать все, чтобы здесь была чистота, порядок, чтобы здесь ходил общественный транспорт человеческий, чтобы были детские сады, чтобы были парки, чтобы были тротуары, чтобы даже пройти. То есть не галочки нужно ставить учителям за то, что они в наши сузы и вузы детей направляли, а город преображали. Слушайте, все зависит от власти. У нас есть два направления. Есть государство, есть гражданское общество. К сожалению, у нас в городе гражданское общество никак не может донести до власти. А мне кажется, что если бы Дмитрий Александрович Курдюм взялся за город, за его улицы, за тротуары, за дороги, тогда бы у него все школьники здесь бы остались, в этом городе. Каким путем? Хозяйство навел бы порядок. Как он в свою травмбольницу наводил? Пока мы сегодня вместо Дмитрия Александровича имеем Александра Викторовича, то в данном случае мы сегодня делаем вывод, что, к сожалению, большие надежды на Александра Викторовича Перескока, который 2-3 года назад уходил в администрацию, в боем ли они не оправдались. Даже больше скажу, что разочаровались. Потому что я считал, что все-таки он очень давно работает в этих структурах, он хорошо кировчанин, он хорошо знает город, но, к сожалению, кроме шума и гамма, в общем-то, по большому счету, пока ничего не произошло. Требуется приход молодых. Я думаю, что нужна молодая современная команда, которая, по крайней мере, будет понимать, каким должен город быть через 15-20 лет. Я вот тут прочитал еще одну книгу Ли Куань Ю, которая является первым президентом. Не ругайтесь зачем? Первый президент? Да, да, но я не ругаюсь. Я хотела, чтобы вы пояснили. Поясняй. И до конца понимаю, что мы совершенно идем не тем путем, и совершенно понимаю, что мы неправильно ищем подходы, потому что любой руководитель должен быть не только в душе своей руководителя, он должен быть реальным лидером, он должен быть человеком, который определяет стратегию развития, что он, как вождь, он ведет людей за собой, потому что он должен быть современный, продвинутый, профессиональный. И не как в Советском Союзе? Ну, слушайте, я хочу сказать, что в Советском Союзе ведь не самые плохие работали руководители. Все-таки партийная школа готовила руководителей. Вот, а разве Перескоков не оттуда? А он, знаете, я не знаю откуда. Мне кажется, он все-таки больше времени проработал уже в периоде, когда не в советском периоде. И понятно, что в данном случае... Лишь бы выжить в то время. Нет, ну, все-таки он больше отвечал за определенное направление, которое, в общем-то, в хозяйственной деятельности небольшое имеет значение. И тут, наверное, как бы это сказывается. Ну, вот все-таки получается, что... А учиться уже поздно. И лидер должен быть современный, и команда должна быть ему под стать современной, которая, как ты сказал, понимает, о чем он говорит, какие он распоряжения дает, и как на них реагировать, да, чтобы вся работа шла. Я считаю, что очень многое зависит от городских властей, потому что они дают как бы посыл горожанам. Если горожане, к сожалению, не верят в сегодняшнюю власть, что она может... Но мы городские власти не выбираем. К сожалению. Я имею в виду администрацию. Мы, к сожалению, не выбираем. И из этого мы вынуждены только констатировать то, что с нами происходит. Но, как у меня сказал один товарищ, от осинки не рождаются апельсинки. Тут рассчитывать на что-то очень как бы сложно, потому что еще раз хочу сказать, что мир очень быстро движется вперед. Мы совершенно имеем другие уже технические возможности, и совершенно другой взгляд. И мир другой, и молодежь-то у нас уже вся другая, и требования у них совершенно другие. В общем, я что хочу сказать. Не надо, граждане, ездить ни в Казань, ни в Москву, ни в Пель. Не надо портить себе настроение. С этим я согласен. Сажайте цветы. Спасибо большое. По возможности. Дмитрий Русских, депутат Законодательного собрания Кировской области двух предыдущих созывов. Это было его особое мнение. У микрофона работала Светлана Занько. Всем хорошего дня. Спасибо. Особое мнение на 101FM.